Мормоны верят, что все люди, которые предстанут перед последним судом, готовятся встретить вечное будущее в одном из трех царств, которые они также называют степенями славы. У нас с вами есть одно небесное царство, у мормонов есть аж три разных степени славы. Распределение по царствам совершается в зависимости от тех выборов, которые человек делал в своей земной жизни или уже в духовной жизни, когда у него тоже была такая возможность, и является окончательным и неизменным, то есть как только человек судом был приговорен к отправке в какое-то из этих царств, дальше уже никаких изменений не последует. Вот что они об этом пишут. «Никакого возрастания между царствами. После того, как человеку было назначено место в царстве, будь то в телестиальном, террористриальном, целистиальном или в возвышении, он никогда не перейдет из назначенной ему славы в другую, более высокую славу. Это навсегда. Вот почему мы должны принимать решения в начале своей жизни, и вот почему такие решения должны быть правильными». То есть второго шанса у нас с вами не будет. Когда попадем в какое-то из этих царств, там уже все это будет окончательно. «Три степени славы» носят следующее название. Самая низшая степень славы называется «царство телестиальное». У этого слова нет никакого перевода. Это слово, которое сам Джозеф Смит придумал. У него нет точного значения. «В это самое низшее царство попадут те люди, которые не приняли Евангелие ни на земле, ни в духовном мире, и которые пострадали за свои грехи в аду». То есть они понесли достаточное наказание за все то нечестие, которое они совершали, и унаследуют вот эту низшую, самую низшую степень славы. Учение из Заветы, 76 раздел, 103 стих, говорит об этом так. «Это те, кто есть лжецы, чародеи, прелюбодеи, блудники и всякий любящий и делающий неправду. Этих людей будет посещать только Дух Святой, но не отец и не сын». То есть эти люди пострадали за свои грехи и могут унаследовать какую-то степень общения с Богом, хотя только с Духом Святым. Второе царство называется «Царство террестриальное». Царство террестриальное. Слово переводится как «земное». Царство террестриальное уготовано тем, кто отверг Евангелие на земле, но принял его в духовном мире. В эту категорию входят два рода людей. Две категории людей. Это честные люди, которые были ослеплены лукавством человеков. И это люди, которые приняли Евангелие, то есть люди, которые стали все-таки мормонами, но оказались недоблестными в своей земной жизни. То есть они не жили согласно тому Евангелию, которое называли истиной. Этих людей будет посещать только Иисус Христос. Они не будут частью вечной семьи, но обречены вечно жить отдельно и одиноко. На самом деле достаточно печальное существование. Несмотря на то, что тоже называется царством. И наконец самая высшая степень славы, которая называется царство целестиальное или царство небесное. Это царство будет находиться на земле. Земля, которая будет прославлена и превращена в достойное место обитания для этих людей. В этом царстве будут обитать все, кто не только принял свидетельство Иисуса и совершил необходимые таинства для себя и для своих покойных родственников, но еще и был праведен и верен до конца. То есть такие самые правильные мормоны. Все эти люди будут жить с Богом Отцом и Иисусом Христом. Однако не все они станут богами. Потому что внутри целестиального царства есть условно говоря три этажа или три отделения. В самое низшее отделение попадают те люди, которые пришли в храм и совершили таинство для себя. То есть они получили свои благословения. Во второе отделение попадают люди, которые совершили таинство за умерших людей помимо себя. И наконец в третье, самое высшее отделение попадают те люди, которые совершили таинство за себя, совершили таинство за умерших и еще и запечатлели брак на вечность. То есть их вот этот земной брак, он в ходе специальной церемонии стал вечным, нерасторжимым. И вот только эти люди, у которых есть не просто жена или муж, но у которых есть жена, которая навсегда к ним присоединена, вот только эти люди, они в конце концов получат возможность стать богами в целистиальном царстве. То есть на самом деле количество богов, конечно, будет маленьким по сравнению со всеми остальными мормонами. И помимо вот этих трех степеней славы будет еще одна категория людей или одно место, совсем небольшое видимо по размерам, куда попадут все эти люди, которым не досталось места не в царстве террестреальном, не в царстве телестиальном, не в царстве целестиальном. То есть кто ж это такие, если они оказались хуже даже тех людей, которые заслужили своими страданиями в аду место в самой низшей степени славы. Мормоны говорят, что таким людям лучше было бы никогда не родиться. И прощения этим людям никогда не будут. Эти люди будут жить с сатаной и его ангелами в вечном мучении. Что это за люди? Вот несколько цитат. Все грехи будут прощены за исключением греха против Святого Духа, ибо Иисус спасет всех за исключением сынов погибели. Что же должен сделать человек, чтобы совершить непростительный грех? Он должен принять Святого Духа, перед Ним должны открыться небеса, он должен познать Бога, а потом согрешить против Него. Он должен видеть солнечный свет, но говорить, что солнце не светит. Он должен отречься от Иисуса Христа, когда перед Ним уже открылись небеса, и отвергнуть план спасения, ясно видя его истинность. Каким будет это наказание, не узнает никто, кроме вкушающих его. Очевидно, что это самое суровое наказание, какому только может быть подвергнут человек. Тьма внешняя – это нечто неописуемое, и мы знаем только, что она будет находиться за пределами благотворного и утешительного влияния Духа Божьего, и будет всецело изгнан от его лица. То есть туда попадут сатана и его ангелы, то есть те, кто еще в самом начале поднял войну против Иисуса и Иегова. И те люди, которые, став мормонами, услышав вечное Евангелие, пообещав Богу свою верность, потом отступили от этой веры, отвратились от Бога. Вот эти люди – это сыны погибели, которым прощения нет, которые навсегда останутся в вечной тьме. Но таких людей будет относительно немного, и поэтому абсолютное большинство людей, в том числе самых отъявленных негодяев, которые свои грехи искупили страданиями в аду, несмотря на то, что они так ни во что и не захотели поверить, все они получат ту или иную степень славы в будущей жизни. Хотя, как я уже сказал, низшие степени славы, царство телестиальное и царство Терестриальное напоминают мне больше ад или преисподнюю в христианском понимание этого слова, потому что мы говорим о том, что вечная погибель – это вечное отделение от Бога. Это как раз и есть то, что произойдет в этих царствах. В царстве телестиальном люди будут общаться только с Духом Святым, но никогда не увидят ни отца, ни сына. А в царстве телестиальном люди будут общаться с сыном и с Духом Святым, но никогда не увидят отца. То есть, в общем-то, получается такая печальная достаточно картинка. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok